Всем привет! Начинаем наше очередное занятие для игроков со статуса мастер. Сегодня будем разбирать игру с одномастными тузами. Тренировка будет разбита на две части. Первый мы разберем базу одного из наших учеников. Сегодня у нас снова принимает участие наш ученик по имени ССС. К сожалению, больше никто заявок на участие не выложил. И во второй части мы разберем ваши раздачи, где вас играли одномастных тузов и, возможно, сомневаетесь в том, что вы сыграли их правильно. Может быть, проиграли с ними деньги, может быть, выиграли. Зачите в чат, как меня видно и слышно. Если все хорошо, то я позвоню Саше. Угу. Слышно, видно, да? Сейчас, секундочку. Отключу экран ненадолго. Отключусь путем в Виверу. Не теряйте меня здесь. Так. Так, так. Угу. Саша, мозг катает, походу. Если я смотрю. Алло, привет, Саша. Привет. А как звук сейчас? Да нормально, более-менее. Предпрежь, пожалуйста, мой скайп, пока я не переключился еще на экран с ТВ. Да. Так, ты доигрываешь, я смотрю, сессию. Да, закрываю все. Угу. Так, ну хорошо. Сейчас включу твой экран. Так, напишите в чат, как слышно-видно Сашу. Если все нормально, то перейдем к разбору его раздачи. Как вчерашняя тренировка прошла? Вчерашняя тренировка прошла... Ну, я даже не ожидал. Пришлось смазать горло 50 грамм коньячка, вот, и все пошло как помазать. Даже так? Да. Вот. Ну, очень понравилось. Не знаю, ну и людям вроде бы тоже понравилось. Так, ну это хорошо. А ты какие-нибудь раздачи костюм подготовить? Да, только что перебирал. Очень тяжело, потому что моя база участвует уже последние, наверное, два месяца. Да, мы ее замучили, конечно, но что же делать? Остальные все играют хорошо, у них ошибок нет, поэтому приходится тебя мучить. Самого слабого игра, да, Сташ Павел? Так и есть, так и есть. Ну, на самом деле, раздача нашел столько, что времени не хватит. Ну, отлично, запускаем. По поводу розыгрыша одномастных тузов, что стоит сказать? Ну, пока можешь включать их, проигрыш на все раздачи. По поводу розыгрыша одномастных тузов, какие встречаются с ними сложности, ошибки. Ну, как обычно, начинаем с префлопа. С префлопа, и здесь, собственно говоря, основной вопрос, когда стоит заходить в игру с одномастными тузами. То есть, когда нужно сделать с ними open-race, когда здесь с ними нужно делать пол-пол. Как правило, в 6-max одномастные тузы, в том числе мелкие, показывают плюсовый win-rate при open-race со всех позиций. Ну, если вы не допускаете с ними каких-то грубых ошибок на пост-флопе, не переигрываете и так далее. Ну, это, опять же, проверяет уже анализом каждой конкретной базы. И вы можете посмотреть открытия с одномастными тузами с конкретной позиции у себя и узнать, как вы с ними вообще играете. Кстати, давай, собственно, этим и займемся сейчас с тобой. Саш, посмотрим, как ты открываешь мелкие одномастные тузы, ну, скажем, туз-2, туз-9 со всех позиций UTG, MP, FAT-off button. Да, просто видишь, такая печальная картина, но тут все одномастные тузы, но тут и cold-call, и open-race, и 3-call, и 3-bet. Ну, это и причем сильные одномастные тузы, там, туз-король, туз-дама, туз-валет, туз-10. Меня интересует, в первую очередь, слабо, потому что, ну, с сильными одномастными руками, ну, как правило, показывается всегда пульсовый винрейт. Хотя это не для всех спроявиво, некоторые с ними, на самом деле, лепят какие-то более грубые ошибки. И, например, такие игроки, как вот здесь, туз-валет, разыгрывают хуже, чем мелкие одномастные тузы, просто по причине того, что они чаще их переигрывают. В общем, все так и есть. Ну, вот. Ну, соответственно, давай, наверное, все-таки поставим фильтры и рейс-ферста. Именно в рейзе их посмотрим. Пройдемся к позициям UTG, MP, FAT-off button. Начнем с UTG. Поставь. Юрли там, позицию. Без middle. Я могу тут же позицию отмеченную. Поставь так. Поставь только UTG. Не-не-не, только юрли. Не нужно здесь. Нет, оно будет здесь. Будем сразу по всем позициям. Ну, окей, давай. Тогда поставь... ...пфрес и все? Нет, нет. Я бы вообще не через этот фильтр ставил, я бы поставил... ...сейчас, верни. Во-первых... Ну, сначала давай поставим whole-cards фильтр, что мелкие домашние тузы. Вот здесь вот поставим. Убери... Ну, оставь только туз 9 и ниже. 9 и ниже. Так, потом... ...какой-нибудь as-advanced фильтр. Зайди и там поставь, что ты сделал понравительно при флопе. Так. Не знаю, он может так попробовать. Ну, может через зэки попробовать. Ну, опять же, здесь... ...нужно поставить, что ты делал пандрес с этими руками. А не для тебя кто-то делал. Поэтому я и хотел гонять по позициям. Ну, то есть, позицию хиров забивать. Несмотря на позицию хиров. Так... Влезет... ...тун-тун-тун... ...пфр... ...и... ...на довольно большой выборки рук. Ну, sb минус, но меньше, чем... ...минус 50bb на 100. Но это при этом... ...хотя evbb тоже минус 50. То есть, тоже плохо бывает. Так. Ну, да. Проблемы есть. То есть, соответственно... А, да. Тут нам подсказывают, что еще можно было поставить Unopened и поставить WFR на фильтр. В... ...в... ...зайдя за двадцать... ...в фильтр... ...да... ...и... ...пфлоп... ...там где-то должно быть Unopened. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал... ...и начни обучение покеру прямо сейчас!